До Нового Года остается всего 10 дней и самое время позаботиться о подарках для самых близких. Но не только выбрать, но и красиво преподнести, чтобы продлить эмоции от праздника. Я уже подготовилась и сейчас с дизайнером-флористом мы создадим новогоднюю упаковку. Мы для этого выбрали вот такую красивую бумагу новогоднего цвета зеленого, очень которая красиво подойдет. Вот такой будем делать декор. Это хвоя живая, шишки, игрушка, где это будет декорирование сверху подарка. Берем все самое яркое и нарядное. Лучше не скупиться, если хотите, чтобы зеленое чудовище было к вам благосклонным. Отмеряем бумагу по размерам коробки с небольшим запасом с разных сторон и фиксируем. Скотч двух видов вам в помощь. Аккуратно сгибаем торцы бумаги и основа готова. Можно украшать. Ветки игрушки лучше приклеивать пистолетом. Так будет не только удобнее, но и надежнее. Декор можно использовать любой. Ограничение одно – ваша фантазия. У нас остались буквально последние штрихи. По словам дизайнера Анны Гусевой, для нее предновогодняя суета начинается задолго до праздника. Примерно с ноября ее руки не знают покоя. Упаковывает больше тысячи подарков, а самые необычные запоминаются надолго. Очень много в последнее время упаковывается телефонов. Но из необычных таких, которые я упаковывала, это был автомобиль. Это было упаковано в мягкую, красивую новогоднюю упаковку. Новогодние вечера могут быть уютнее, если позаботиться об украшении и для дома. Композиции из живых веток придадут очарование и внесут праздничный колорит. Я уже подготовила новогоднюю композицию из живой хвои. Ее можно также использовать на камины, на новогодний стол, подарить друзьям. Украшаем ветки шишками, придаем натуральный эффект декору. Выбираем самые красивые игрушки и свечи, делаем их центром композиции. Фиксируем, чтобы наша поделка стояла как можно дольше. Финальный штрих – гирлянда на батарейках. А из оставшихся веток украсили и наш рабочий инвентарь. Декором занималась Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».